Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Почему мы говорим об эстраде, об артистах? Потому что они не просто артисты, не просто исполнители, но это граждане Российской Федерации, которые в том числе участвуют и в политической жизни страны. Значит, все дело в том, что Филипп Киркоров высказался о вот этом, как его называют СМИ, ну это не СМИ, и называли должностные лица, мятеже Пригожина. Киркоров говорит, эти события войдут в историю как бескровный бунт, из которого вынесут урок. Филипп Киркоров, как и многие деятели шоу-бизнеса, напряженно следил за событиями, которые происходили в стране в минувшую пятницу и субботу. Значит, и вот что, собственно говоря, пишут. Киркоров счастлив, что в России все решилось на дипломатической ноте, и соотечественники не потеряли возможность видеть мирное небо над головой. Многие из вас скажут, мол, не дело артисту и певцу обсуждать такие темы публично. Но я сейчас пишу не как артист, а как россиянин, человек, всю жизнь живущий в Москве, как отец двух растущих в нашем любимом городе детей. Я учу их любить родину. Значит, 56-летний исполнитель, который лично знаком с Владимиром Путиным, и большинством лидеров бывшего СССР отметил, что страна переживает тяжелые времена, поэтому на фоне постоянного стресса могут возникать недомолвки, обиды, ошибки. Сейчас важно успокоиться, взять небольшую паузу и проанализировать свои поступки. Иногда кажется, говорит Киркоров, что легкие, лежащие на поверхности решения, самые верные. Но анархия и мятеж – это не панацея. Сейчас, как никогда, мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента, выступить единым целым. Спасибо Александру Григорьевичу и Владимиру Владимировичу за мудрость, за трезвостью ума, за спокойствие в принятии решений. Спасибо, что не допустили кровавых последствий. Значит, он напомнил, что в зоне СВО сейчас героически сражаются наши бойцы, которых дома ждут матери и жены. Каждый думает о безопасности и хочет поскорее закончить конфликт, чтобы оказаться рядом с родными и близкими. Да, мы разные, да, у нас разные взгляды и религии, но есть то, что нас объединяет. Одно отечество, одна история, один язык, один президент. И, может быть, события субботы войдут в нашу историю, как первый бескровный бунт, из которого все стороны вынесут урок. И самое главное на Западе поймут – нас не свернуть с нашего пути. Пишет Киркоров. Ну, кто-то скажет «Заказуха», кто-то еще наверняка напишет. Мне почему-то верится в это, потому что, значит, собственно говоря, ну, это люди тоже живущие в России. Киркорову, конечно, много вопросов. И «Танцы с крестом», и все остальное – это понятно. Но здесь я другому хочу сказать, что действительно здесь перед лицом таких страшных потрясений, возможных, действительно здесь нужна мудрость для того, чтобы отделить претензии какие-то друг к другу между людьми, между там артистами и критиками, там, хоть кем там, да, и понять, что у нас действительно одно Отечество, одна страна и один президент. И мы должны действительно быть едины. Друзья, пишите ваши комментарии, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. К вам нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.